Так, значит, произошел некий обман, потому что, оказывается, формулировочка в инсианской магии, она немножко, мягко говоря, не совсем правдивая. Короче, я не знаю, проблема это перевода или описание самого навыка, но у меня теперь легендарка одна в изменении, она, правда, тут нигде не отмечается, но, короче, она есть, потому что мне срочно нужно было ее сбросить. На самом деле, формулировка «ваши следующие 20 заклинаний не используют магию и вдвое более эффективно, когда заклинание закончится, вам потребуется отдых в таверне или жилище для перезарядки» предполагается не то, что это какой-то навык, который я могу использовать, как мы выяснили, да, или что это какой-то пассивный эффект, который просто вот «следующие заклинания 20 у меня не используют магию, а дальше я могу кастовать как угодно». Нет, у меня, в принципе, 20 заклинаний до отдыха. Я вообще не понимаю, зачем это нужно, потому что я постоянно что-то использую, в принципе, если ты маг, ну, типа, может быть, если у тебя какой-то другой класс, то, да, какой-то билд из этого можно сделать, но это такой бред, ну, то есть для полноценного мага это значит, что ты полностью отказываешься от полоски маны, просто у тебя есть лимит заклинаний, который ты можешь использовать. Да, есть преумножение, которое дает по 10 пунктов, типа, по одному заклинанию за каждые 10 пунктов базового запаса магии, что там, может быть, действительно, у нас там будет где-то 28, если это так считается. Хотя, опять же, базово, то есть, получается, бонусы, которые я получаю от предметов, наверное, не считаются, то есть там еще меньше. Это максимально просто какая-то хрень, потому что, ну, я не знаю, то есть использовать это, будучи полным магом, абсолютно не имеет никакого смысла, мне это не особо интересно, я не хочу с этим париться в таком формате, потому что, ну, реально выглядит очень как-то сомнительно. То есть, мне просто стало интересно попробовать, как работают заклинания, я выдал вообще весь пул этих 20, и у меня мана ушла в ноль, я такой, ааа, понятно, как это работает. Так, новый план, точнее, не новый, все еще старый, в Салетют отправляемся мы, спим часиков в Салетют, надо будет еще ехать, туда довезут, это будет какой-нибудь вечер, противно, но ладно, давай часов 6 хотя бы. Попьем-поедим, я предметы все расположил, значит, с вторым сетом Архимага ничего не вышло, потому что все равно у меня оказывается проблема с тем, что я все еще не могу разочаровывать, это, по сути, та же самая роба, просто с тем же самым эффектом, грубо говоря. Так, альтерейшн, ой, до 60 поднимаем, я так понимаю, что не можем, ну да, такими темпами я прям очень долго буду до сотового докачиваться. Отсюда мне, по сути, больше ничего не надо, кроме, может быть, энчантинга, который, так или иначе, я тоже хочу продвигать, 60-60-60. Все, дальше, ой, не, подожди. Так, давай в одноручку. Я еще думал, ко всему этому прочему, добавить арбалеты, возможно. Но, не знаю, пока это так на каком-то очень зачаточном уровне находится. Все, закончили скиллы. Случайно получилось так. Встаем, прокачивать там нечего. Хотя на 60-м, ну, разрушение новое должно появиться, да, умение вроде как. Да, вот этот потолок, он прям раздражает. Что здесь появилось? Да что ж так сложно довестись на него? Сотворив во время боя 6 электрических заклинаний с двух рук, вы вызываете шаровую молнию, которая наносит 200 единиц электрического урона всем ближайшим противникам, ошеломляет их. Нихрена. Один раз за бой. Вы раскрываете свою силу на 20 секунд, огненные заклинания и эффекты становятся на 50% мощнее. И расходят лишь половину стоимости. Вы оставляете за собой горящую землю, наносящую при контакте. Охренеть. Так, пока у нас нет Венеции, у нас вряд ли она будет. Значит, да, да. А история с тем, что все заклинания, значит, там школы новичка, они ничего не стоят, это правда. То есть я теперь Long Stride использую всегда. Но только новичка, но и ученика можно поднять до этого уровня, понимаешь? Это как бы очень круто. Адепты нельзя, но понятно, там если бы все заклинания так можно было прокачать, то тут, само собой, были бы некоторые вопросы. Так, еда у нас какая-то здесь есть. Предлагаю немножко закусить. Ну правда я... А, ну да, я многие вещи выкинул. Я, короче, выкинул все артефакты, которые прям именно артефакты, я не хочу их именно продавать. Вот, а сейчас мы, значит, отправимся в Солитюд. Во-первых, в Солитюде мы зайдем в музей, чтобы пообщаться со владельцем. Это во-первых. Во-вторых, зайдем к торговцу, чтобы разобраться с некоторыми, хотя бы с некоторыми драгоценностями. У меня ухо очень много, вряд ли кому-то хватит на это денег. И потом отправимся к Меридии. Это пока основное, что есть из более-менее интересного. Надеюсь, там что-то получить, какие-то заклинания, может, я не знаю, эффективные. Меня, в принципе, по разрушению все более-менее устраивает. То есть я планировал, что у меня будет как раз какой-то набор заклинаний Школы Разрушения. Хочется побольше. Но это побольше, оно будет, значит, выясняться на уровне уже мастера. То есть сейчас на адепте пока как-то особо не с чем работать. Слушай, ну то, что... То есть я могу просто вот так брать заклинания и полетели. Гениально. Но, блин, это на самом деле логично, потому что, ну, я архимаг. Я очень неплохо выучил, да, заклинания Школы. Почему у меня там... Мана уходит, господи. То есть возможность использовать на таком легком уровне заклинания, это вполне себе нормально. Приглашение всем путешественникам. Ну, вроде все. Ладно, мне пора. Из хай-рока и музейная листовка. Да, я... Да. Подожди, это оно? Ну-ка. Письмо из хай-рока. Дорогая новая, я пишу... Не, это другое. Я пишу это письмо тебе в надежде, что герой сможет исполнить мое последнее желание, как просто старого умирающего... Умирающего старика. В мои более юные года я был членом рыцарей Веридиана. Маленьким, но устоявшимся орденом рыцарей в хай-роке. Пока член нашего, ну, ордена, его амбиции, которого зовут Изабиль Фросель, предал и продал нас нашим врагам. В результате уничтожение было тотально я единственный выживший. Несмотря на то, что я ищу возмездие, атака меня подпо... ну, атака меня подранила. И я, конечно, смог обнаружить его... Обнаружить его смог с годами после его предательства Изабиль Фросел. А, ее, это она, это женщина. Короче, она изгнана. Находится в группе бандитов у башни Баннер Мист. Твои героические деяния в Скайриме легендарны, поэтому я обращаюсь к тебе, чтобы ты выполнил мой предсмертный хрип. Если ты можешь уничтожить это зло, я навсегда буду в твоем долгу. Сибант. Хорошо. Так, ну а музейная листовка, это музейная листовка. Уже я не знаю какая, где там она. Или опять. А, нет, силу весу предст... А, друзей, другой музей. Музей мифического рассвета. История культа, который уничтожил династию Септимов. Прямо у него дома, в великой столице Белого берега в Донстаре. Вход свобод для всех жителей Скайрима. Хм. А где эта башня? Изабель. А, Изабиль. Ну, это вроде не Изабель, но как это Изабиль. Странно. Баннер Мист. Уууу. Ой, далековато. Далековато. Я туда просто вообще не планирую. Ну ладно. Мне повозка нужна. Повозочка. Доставь меня в Солитью. А где? А вот. Солитюд. Блин, это получается, что у меня и призыв уровня новичка тоже ничего не стоит. Хм. Надо будет как можно скорее прокачать второй уровень у того навыка. Очень круто. Очень круто. Так, а мы в Солитюде-то были разок. Правда, это было. Очень, очень сильно гостевое посещение. Я бы так это назвал. В Солитюде с магией проблем. Ну, имеется ввиду, там нет особо мага. Там придворный маг, наверное, где-то есть. А так особо негде искать. Ничего, как всегда. Спать есть. Ну, вот это вот стандартная проблема. Винтерхолд, к сожалению, очень далеко находится от вообще всего. Подожди. Не туда бегу. Да. В какой бы город, просто мы, ну, не приехали именно из Винтерхолда. Это, это занимает время. Но благо перемещение с моим навыком, который теперь не стоит никакой маны, не займет вообще никаких проблем. В первый раз. Мы пришли сюда вообще не понимая, что делать. В какой-то просто... Украденной броне Талмарцев. Ну, просто эльфийской, но тем не менее. А теперь это... Архимаг Винтерхолда. Ну, все равно придется сейчас брать товару, ну, потому что, если я хочу зайти к торговцу, мне надо... Надо подождать. Сейчас я сразу в музей. Он-то, я думаю, открыт. А потом... Все остальное. Да круто. Блин, вообще, по идее... Ммм... Ого, что это такое? Что-то сейчас было. Короче, я знаю, что есть заклинание. Я, правда, не уверен, что оно... Что оно есть здесь. Что оно установлено, что оно в этом наборе вообще заклинаний присутствует. Ну, короче, есть заклинание, которое, ну, по сути, буквально является телепортацией, но не в какое-то конкретное место. Я могу, например, выбрать точку. То есть, я там стою сейчас. Ну, или я могу поставить эту точку где-нибудь себе, там, Винтерхолды, да? В покоях. Одним заклинанием я поставил эту точку, и при повторном использовании я буду к ней перемещаться. То есть, как минимум, возвращение в какое-то место, таким образом, можно очень упростить. А вот галерея дракона рожденного. И таким образом, ну, хотя бы обратная дорога будет, по сути, моментальной, потому что я просто, типа, по щелчку пальца перемещаюсь в нужное место. И вот, если это заклинание где-то здесь есть, то его сто процентов надо найти. И купить. Здрасте, уведомление. В настоящее время музей закрыт на реконструкцию витрин. Благодарим за терпение. За дополнительной информацией обращайтесь к куратору музея Ауреану Морелию. Мне попалось на глаза ваше объявление на имя охотников за сокровищами. Хорошо, разберусь. Хорошо. Ну, первым и первым, я хочу сделать нашу на его 6th house bell-смассе. Они получаются гораздо редко. Один, apparently, был stolen recently, вшие бандиты, аня, находясь в Броген-хелм-холл. Один, что был stolen от наиболее коллектор, в Броген-хелм-холл. Этот бандит был назван Денстагма. Он, наверное, в галерею Дракон Рождённый. Новый музей в настоящее время содержит 6 экспонатов, демонстрирующих реликвии со всего Тамриэля. Богатая история представлена в этих золах. Наслаждайтесь пребыванием в музее и, пожалуйста, не трогайте экспонаты. Сложно их не трогать, учитывая, что их нет. Ну, это идеальный формат, чтобы находить новые сокровища, артефакты. Как раз, возможно, предметы, которые я смогу использовать на зачарование. Кстати говоря, я же с этим тоже разобрался. Значит, топор, который мы достали из... Из какой? Короче, большой топор, который был на троне. Не помню, в какой из пещер это было. Не суть важна. Вот этот тоже вроде как такой уникальный, круто зачарованный предмет. Его я смог изучить. То есть, его зачарование я знаю. Ну, естественно, без уничтожения. Поэтому я говорю, очень странно, что, типа, уникальные предметы, которые прям вообще еще более уникальные, я не могу просто взять и забрать. В принципе, я думаю, что... Какие там эффекты на робби архимага? Мне такое ощущение, что их можно найти на других предметах, просто по отдельности. И потом как-то засуммировать, может быть, даже сделать поинтереснее. Ой. Извините, что-то я ошибся. Я думаю, вот таверна не дошел чуть-чуть. Поэтому как-то мне вот этот момент... Ну, он просто странный и вызывает проблемы. У меня же там всего лишь что? 100% ускорение восстановления магии, да? А, и стоимость... Стоимость всех заклинаний, по-моему, уменьшается. Ну, такое, может, конечно, не найду. Но мне не надо, там, все школы одновременно, чтобы дешевле стоили. Ну, куда я посмотрю? Ну, да, то есть вся стоимость заклинаний на 15% уменьшается, и магия регенерируется на 100% быстрее. Это как... Типа, это просто одно уникальное зачарование, потому что оно написано в одно предложение. Но, по сути, можно найти такие эффекты. Ничего не мешает. Здрасте. Можно... Комнату? О, нет, это одна из этих таверн. Я бы комнату снял. Хорошо. Она твоя, Надя? И воды налить, пожалуйста. Конечно. И еды я бы тоже купил, наверное, по-моему, у меня закончилось. Давай утолим твой голод? Да. У них вроде как есть. О, хлеб. Идеально вообще. Рыба с крабовым соусом. Хорошо, спасибо. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Давайте. Не, я тут вроде же проводил уже одну ночь, но я не помню. Посмотрим. Мы скайримские дети, битва нам словно мать. Нас он дар ждет светлый, каждый раз жизнь отдать. Была здесь, да. Но прежде очистим мы отчизну свою. Вот это вроде. Не уступим мы наших надежд воронью. Тут ничего и не изменилось. Да, ну да, обязательно. Только можно как-то, чтобы не как в прошлый раз, когда ко мне в комнату начали люди заходить просто так? Это было неприятно. Ровно двенадцать ночи. Давай еще часов шесть. Я не думаю, что опять же усталость накопилась. А, только, наверное... Только, наверное, будет некоторая проблема с торговцем. Сто шестнадцать. Ровно как и не факт, что я смогу... Блин, это проблема, конечно. Типа и помыться надо тоже. А мне просто в шесть часов не открываются магазины, как я продам. И не факт, что я успею вернуться из руин. Не ночью опять. Добро пожаловать в смеющуюся крысу, друг. А можно эту ванну, потому что... Потому что, если я сейчас и найду, где продавать... То явно будет проблема с этим... С ценами. Да, это классная ванна. Так. А почему она поет эту одну и ту же песню? Ежедневно просто не могу. Как их реально не начинает тошнить от этого, я не понимаю. Мы скаимские дети, битва нам словно мать. Нас он горд ждет светлый, каждый рад жизнь отдать. Но прежде очистим мы отчизну свою. Не уступим мы наших надежд воронью. Сдохни, Ульфрик. Изменник лихой. Как ты сгинешь, так будет у нас пир горой. Не могу я в тавернах, просто не могу. Опять дождь. Я в Вайтране, где я? Можно было не мыться. Так, где? Это какая-то порт, но, кстати... О, открыто? Нет еще. А я бы зашел. Сейчас странно, в 7 утра все еще закрыто. Здесь можно просто найти какие-то, мне кажется, одежды. Да? Я просто думаю, ну, нужна какая-то одежда для сна. А, а то я сплю в Робби Архимага, хожу в Робби Архимага. Моюсь иногда в Робби Архимага. Что-то такое надо найти интересное. Так, а получается три артефакта. Это Вайтран. Ну, там около Вайтран, точнее, какая-то база. Около Маркарта. В Маркарте, кстати, есть... Ну, можно будет в Маркарт сходить. Там есть пара дел. А третья, я не могу понять, где находится. Так, это Меридия. Меридия. А, нефритовая световая ветка. Ну, короче... Да, можно будет в Маркарт. Причем здесь даже от Салитюда не то, чтобы супер далеко. Там есть задание с этим Сталосом. Ту записку надо оставить. Вот, здесь забрать статуэтку. И где-то здесь как раз просьба этого деда. Избавиться от предателя. А мы с предателями на очень... На очень плохих нотах обычно заканчиваем разговор. Да и начинаем. Благодаря этому заклинанию мне никогда не понадобится лошадь. Потому что, по-моему, я... Скачу... На своих ногах быстрее, чем, блин, скачет лошадь. Но я там видел заклинание, которое позволяет также ускорить именно лошадь. Поэтому, возможно, есть... Заклинание, которое как раз позволит, именно, быстрее перемещаться еще только на лошади. Потому что, если я себя так ускоряю, я становлюсь быстрее, чем лошадь. Что будет, если я ускорю лошадь? Так, ну давай, что у нас здесь? Она говорила про... Какие-то... Если они любят меня не любят, то как может моя любовь достигать их? Твою мать... Твою мать... Расскажи больше об этом артефакте. Морталы называют его «Донбрекер». Потому что он был создан в святую льду, который бросает на моих врагов. Убирая коррупцию и плохое жизнь. Расскажи больше, чем лошадь. Ты ускоряешься в моем храме. Убирая Малкарин и выстреливай эту мощную лошадь. Хорошо, я это сделаю. Конечно, ты сделаешь. Я его предупреждал. А я особо не сопротивлялся. Пойдемте. Артефакт должен быть воскресен. И Малкарин уничтожен. Убирай мою льду через храме, чтобы открыть внутренний санктум и... Малкарин уничтожил двери, но это... Малкарин уничтожил двери, и он отвечает на мою декрету. Я отправлю на свет, руку эту свету через мою льду, и их двери открыты. Я же говорю, я не то что... Так, Джулианос, я, если что, все еще с тобой. Я так просто напоминаю. Все нормально. Все отлично. Но и темных магов я недолюбливаю при этом. Килкрит. Руины Килкрит. Но если там такие же теневые твари, которых вот мы видели в руинах... Как они там назывались? А... Айвеля... То, наверное, будет проблематично. Ну, посмотрим. Пока ничего необычного, да? Ну, кроме огромных... Оскверненных тел... Правда, я не понимаю, они... Ну, они реально именно осквернены. То есть они не сожжены, не высушены. Они просто... Не уничтожены. Адепт. Почему все замки адепта просто со старта идут? Что это такое? Ловушка. Подозрительно. Так, какой-то древний меч, который более-менее является артефактом. Витрина, может, найдется в музее для этого дела. Так. Внимательно вас слушаю. Вот этот свет она послала, да? Пьедестал. Ага. Опа. Да. Порченные тени. У-у-у-у. да было бы неплохо иметь какой-то меч сейчас не подходи ты ко мне не понимаю что эффективнее ничего из этого всего надо прокачать навык который раскрывает огненный потенциал и усиляет все заклинания с уменьшением стоимости потому что опять же если скомбинировать с этим моим заклинанием то тогда ну использование 6 заклинаний забой это раз два три 4 5 6 вот так вот сделать просто и это уже получается 6 заклинаний огненных забой и у меня будет срабатывать этот эффект железную плоть конечно хотелось бы посильнее сделать подольше подольше но подольше не за с двух рук будет дольше она держаться с двух рук не хватает ману на использование так здесь получается такой же шар генерирует свет я не верю зачем я открыл эту дверь тогда возможно там что-то еще подвинулась даже упорченных теней есть лучники деньги стрелы зелья ой не заметил сложно увидеть знаете тень особенно в руинах кстати на удивление здесь в этих катакомбах достаточно светло так ну вот у меня сбросилась допустим щит да 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 мне хватает двойного каста и оно сработало я что-то сейчас не и я не вижу чтобы оно сработало по-моему оно не сработало почему так подожди ну-ка нет сработало почему не вижу эффекта теперь на мне железная плоть навсегда и я наложил ее настолько сильно что теперь она просто вот пока я не поменяю ее на другую на мне будет только железная плоть ну правда я просто не вижу таймера эффекта так сундук который спрятан как всегда может если я педестал активирую откроется это дверь тоже не совсем а здесь что а как туда пройти опять дверь адепта и у она не открывается с первоначальной позиции удивительно нормально 3 двигательных камня я продолжаю набирать себе предметы на продажу я не знаю я приду к торговцу в солитьюде она там наверное с ума сойдет то есть ей просто чтобы купить значит вот все что у меня есть ей надо будет продать бед весь свой бизнес мне я возможно у нее найдется что-то полезное для меня что я тоже захочу тогда обменяемся просто что-нибудь дорогое не знаю какое-то я я готов сейчас покупать очень круто зачарованные предметы что потом это на другую одежду перезачаровывать ну потому что как каким-то образом мне господи зачем пугать так каким-то образом мне нужно это сделать выйти на это если это не моя основная роба архимага то значит это будет что другое а вот эксперта я не открою хотя подожди там опять стандартная позиция почти чуть-чуть правее ну-ка чуть-чуть еще ай-яй-яй тихо ой идеально хороший сундук должен быть так где до 14 спасибо такое даже стыдно продавать я не мог сразу сюда попасть а нет надо было активировать источники света не мог это нет это не здесь еще не до конца а нет здесь тени слышу же кто-то ходит не уверен как именно я слышу тень но я же слышу какие-то странные звуки так давай цепная время работает именно как цепная вот как должно работать это чертово заклинание вот так и никак иначе активируй в этом вся эффективность понятно что я использую заклинание на одном и я трачу много маны но при этом есть шанс что она прыгнет сразу по нескольким целям и просто я буду за одну скажем так потраченную ману наносить двойной урон так что все здесь в порядке под контролем кушать хочется и пить только что по-моему мы ели и пили как с этим быть ау не заметил реально 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 не заметил ну вот как раз у меня щит и помог но он чуть дольше держится даже не чуть подожди а нет все таки снимается но он прям очень медленно падает короче он скорее потратится от того что мне его собьют нежели чем время выйдет нет ну так тупо я не хочу падать ну блин да броня с двух рук надо только так ее кастовать я просто буду реже это делать то есть настолько долго оно держится что я даже вон не вижу таймера вот кстати зачем мы оказывается упали хе-хе сундук пропустил надо да что ж такое ты что-то не сразу бежать начинаешь кнопку нажимаю оно что-то тупит весело наверное два раза просто цепляться об лезвия битва у красной горы потому что у меня книги попадаются на боевые искусства всякие на блокирование причем на блокирование преимущественно даже не одноручное двуручное оружие а почему в этих оскорненных телах столько денег откуда монета каверский золотой дракон зелень невидимости на ловушку не похоже а то эти педесталы иногда используют как ловушку но там должно быть очень много места как-то заманчиво чуть более конкретно сколько здесь этих а это одна это же комната так ну вот я открыл мне кажется основную да это выглядит как что-то более серьезное ну угу ктокомбы вот в катакомбах наверное сидит наш как там она его назвала ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-лик кто он что-то на м вот он здесь прям очевидно что он здесь надеюсь что он не очень сильно там перекачался кстати на всякий случай что у меня по свиткам вызывает заставлять драконьего жреца потерять значительное количество здоровья и магии и снимает проклятие ничего себе свиточек так уничтожает всю нежить у которой меньше 40 процентов здоровья когда кастер использует заклинание в течение 11 секунд заклинание пропадает из книги заклинаний чего непонятно кастер не видим на 100 секунд такое просто да вот малку малкаран так если его снести это на тени сработает только из-за него не здесь или как ау а иди сюда мой хороший давай мы с тобой поиграем мне кажется полу пару электрических заклинаний и его нет сейчас я такой заряд выдам подожди как то а ну да логично цель то возьми цель то возьми вот так тень малкарана еще не все а такая же сильно как малкаран или нет можно попасть чего она она послабее будет интересный конус холода да что ж вы все холодом-то сражаетесь я конечно норд но выросший не в скайриме а у это запарил все у меня же черт возьми у меня же даже у меня восстановление здоровья бесплатно я могу лечение использовать когда угодно потому что это про простое лечение новичка молкаран посох цепных молний продам но обновка зачарованная клоака зачарованный плащ с эффектом магической защиты не бы я поменяю но чё причем редкая то есть вот у меня вот 40 12 да а у него где она там вот да тоже 40 12 но с эффектом и по моему чуть по другому выглядит на там он с каким-то с черными вставочками так сейчас подожди меридия здесь наверняка много просто еще всего помимо там золото в общем то это было не так сложно я думал будет сопротивление посерьезнее освоились значит да потому что я помню как первые пару дней скайриме были очень тяжелыми когда я там зашел меня две ворожей от пинали пришлось просто уматывать ноги оттуда череп так а с его тени ничего не выпало это как бы одно и то же ну да получается и малькарин Продолжение следует... Моя влияние может превратиться. Не важно. Метка не обижает ни о том, что привлекут солнечный свет. Как ты, Донбрекер, так и моя льда повернет миром. Так, соответственно Статуя Так, статуя и... А подставка для камня? Угу Так, а что Меридия вообще дает? Подставка Так, заклинание восстановление 10% эффективнее Улучшенные заклинания и атаки против нежити Дагматы, уничтожая нежить, никогда не призывая нежити, не присоединяясь к ней Высшие эльфы и искусные восстановления больше всего заслуживают мы... А, высшие эльфы? Ну нет, последователем я не стану Уж спасибо Но за улучшение спасибо Да и за сияние рассвета Кстати, в принципе, сияние рассвета может быть тем самым мечом Которым я буду Ну, какое-то время, по крайней мере, пользоваться Именно Во второй руке Да, быстрее вернемся в слетют По-моему, пока что время есть Зайти к торговцу Я очень в это верю Вроде как еще не сильно потемнело А как от воды спасаться? От дождя То есть от холода я еще понимаю Я могу накинуть там на себя плащ Знаете, и в целом какие-то одеяния более теплые Кстати, мне Роб Архимага дает хоть какую-то теплоту То есть покрытие там должно быть от тепла Она вроде там местами меховая даже какая-то Да и тем более у нас коллеги находятся в Винтерхолде Ну, есть какая-то логика, да? Я не смотрел просто Надо сейчас зафиксировать Вот, а просто проблема с дождем-то Дождь, он, ну, он идет Нужно какую-то импровизированную Импровизированный зонт придумать Почему нельзя использовать малый оберег для этого? Типа, он у меня бесконечный Ману не требуют для поддержания Соответственно, идешь Малый оберег над головой и все Ничего себе там гроза Ну, типа, у меня, конечно, и так маска Ай, дождь закончился С такими-то звуками Так, я не понимаю, что это за ошибка Вообще Ну-ка Значит, да Причем Причем и роба, и ботинки Я так понимаю, что и перчатки тоже, да? Да, перчатки тоже дают и тепло, и покрытие Отлично Так, сначала мне нужен этот магазинчик Здесь я буду продавать и торговать А вот в соседние надо зайти посмотреть Что за одежду там продают Со всех колец амулетов, которые я сейчас продам Я уже зачарование снял Так Мне нужна Сальма Где Сальма? Ты Сальма? Я не заходил, что ли, к ней? Прекрасное начало, нечего сказать А, ну, вообще Сальма? Да, немного того, немного сего Она Сайма Ну-ка, что у тебя там есть оружие? Кстати, возможно, рюкзак Мне, в принципе, влезает все Но рюкзак есть, да Много того, что я, возможно, ей уже как-то продал Так, Тревел Клоук Но вот у меня, собственно, получше есть уже Так, ну смотри Две с половиной тысячи у нее Но это, да, это ей не хватит денег Это проблема Поехали Амулет Который обруч Это я тебе не продам Забирай Кольцо зачарованное Щит забирай Золотое кольцо Диадема восстановления Шлем не отдам, нужен Кольцо зачарованное Медальон Это не отдам Еще одно зачарованное Еще одно зачарованное Обычное кольцо Но это тебе не хватает денег Кольцо, все Денег нет у нее больше Но у нее, блин, даже дорогого ничего нет, что можно было бы взять Квитанцы на покупку зону для отдыха У нее есть тома заклинаний Иллюзия, правда Невидим Короче, на 11 секунд становишься невидимым И пока либо меня не ударят Либо А, короче, либо 11 секунд Либо пока меня не ударят Потом я телепортируюсь в то место, где заклинание было создано Хорошо Ледяной кристалл И тень будет атаковать врага На такой у себя кошки Скайрима Путь выделить по Вандерфаум Ничего интересного у нее нет Может к кузнецу сходить А может у меня Ладно, спасибо Во всякой всячине тебе всегда рады Может сходить и купить Во-первых, к кузнецу можно сходить Во-вторых Сейчас как раз в соседнем Где продают одежду Может быть там и драгоценности тоже примут Просто вот эти торговцы самые крутые Для такого товара Потому что у них есть все Покупают они все Продают они в принципе тоже все Так или иначе Проблема в том, что драгоценности берут не все Кузнецы, по-моему, драгоценности особо не берут Я закрыл дверь Да, здесь всякие одеяния Ну-ка Здрасте Привет Ты из коллегии? Да Или эта одежда украдена у какого-нибудь волшебника? А что не так с моей одеждой? Ничего страшного Очень миленько Но если вдруг ты захочешь надеть что-то более стильное Взгляни на мои товары Ты как-то специально оскорбляешь всех, кого встречаешь? Или так само получается? Ну что ты Это просто наблюдение Вот если бы я ходила с открытой раной Мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь отправил меня к доктору А твоя одежда, она как рана Ей срочно требуется лечение Благодарю тебя за покупку За какую покупку? Мне уже не хочется ничего у вас покупать Увезло тебе, что не ты здесь торгуешь Какая удача Еще один очаровательный покупатель Плохой день Если клиент зашел поболтать А не сделать покупку Да Да что с вами не так? Давайте, что продаете? Одежда для любой вкус Для понимающих покупателей Да, правда Зачарованное изменение для адепта? Ни хрена себе стиль у вас интересный Так, ну да А, нет, смотри Некоторые она может купить На На сумку На кольцо На сережки Кому-нибудь, не знаю Толкни Полотенце мое Ну да, вот все Толком она больше ничего не купит Магическое могу ей продать Забирай Так, одеяние ликарцев И она продает зачарованные То есть, типа, ну для нее Это тоже стиль Так, а у меня что? У меня самое крутое Я буквально архимаг Тварь Охренеть Кузнеца Я хочу что-то Робы Робы Для поваров У них есть Вот обычная одежда Есть, да? Вот разноцвет Надо посмотреть Какую Какую-то может быть Из нее Надену Обычные Магические Обычное Платье О! О! Тут интересно Выглядит, кстати Может такое? Не очень похоже На обычное Конечно, но Интересно Богатые Магические Ну, кстати Вот в таком Можно, мне кажется Ну, все равно Такое Не очень удобное Зеленые Робы Шахтерские Не, вот эти Супер Расфуфыренные Богатые Тоже мне не нужны Так, понятно Ну, мне, кстати Понравилось Вот Как оно Данмары Называлось Данмерская Типа Или как Вот Тут есть Они разноцветные Я бы вот синюю Например Взял С капюшоном Стоит Правда Косарь Но доспехи Не дает То есть Это ткань То есть Это все-таки Больше Какая-то Стандартная Ладно Попробую Такое Надеюсь С вами Больше Не пересекусь Никогда Дорогая А они Еще и Сестры А Мне все Понятно Они Еще и Сестры Так Сейчас Примерим У меня Моя комната Все еще Вроде Как Моя комната День Вроде Как Не прошел Ну Просто Выглядит Достаточно Обычно То есть Несмотря На то Что Там Какое-то Зачарование Но С непонятным Воротником Мне кажется Мне кажется Просто Обычная Одежда Это Можно Использовать По крайней Мере Для Там Спать Добро Пожаловать Чему бы Нет Дай мне Знать Если Тебе Что Небудь Нужно Где Там У меня Была Чистая Кружка Да У меня Все Уже Куплено Все Куплено Все Продано Почти Все Продано Ну Кстати Реально Почти Все Продано Все Реально Я много Сдал Ну Да У меня Большинство Оставшихся Предметов Это Артефакты Ну Как Это Выглядит Ну Капюшон Говно Но В остальном В остальном Тоже Странно Не знаю Как-то Как-то Тоже Не для Не знаю Я бы Ходил Так Меня Короче Смущает Только Вот То Что С Плечами Оно Как будто Бы Не очень Удобное Но В целом Нормально Окей Так Хорошо Это Я Установлю Потом Настрою Точнее Робу Пока Что Верни Так Новый Уровень Возможно Как обычно Это происходит Не один Один Половинка Там Так 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 Изменения Меня Обрубило Да Целую ветку Это Венсянская Магия Но Так Так Ей Надо Абсолютно Нечего С ней Делать Что Мне Нужно Вот На Один Предмет Можно Наложить Два Вида Чар Мне Нужно Вот Это Новое Зачарование Накладываем На Робу Обруч Капюшеное Жрель Мощнее 30% Модернизировать Одну Пентаграмму До Улучшенной Версии За 2500 Золотых Чар Наложенный На Улучшенный Пентаграмм 25% Мощнее Сколько Бы Вы Старались Вам Никогда Не Повторить Этого Вновь Класс Ну Короче Мне Нужны Двойные Чары Потому Что Посохи Там И так Далее Мне Только Вот Эта Ветка Имеет Смысл По Прокачке Надо Понять Какого Какой Уровень Там Требуется То Пусть Будут Зачарования Мощнее А Дальше Мне Нужна Получается Ну Мне Нужны Легендарные Чудо Чтобы Там Было Три Чар Но Это Надо Понимать Уже С какой Конкретно Я Собираюсь Броней Делать Но Как Минимум Вот Две Да И Улучшенная Пентаграмма С более Усиленными Эффектами Оно Тоже Будет Ну Не Лишним Явно Так Что Надеюсь Что До Этого Мы Скоро Дойдем И Хотя бы Двойные Я Уже На Руки Ноги И Капюшон Ну То есть Тройные Наверное На основной Надо На броню Накладывать Остальное Там Посмотрим Так Ладно А что Тупить Сколько Три часа Дня На самом деле Можно Отправиться В Маркарт Я считаю Потому Что Да Здесь Делать Больше Нечего Значит Рыцарь И Артефакты Из Маркарта Как Нибудь Доберюсь До Вайтрана Там Добуду Второй Артефакт Ну И так Более Менее Короче Перекусить И Можно Отправляться Спокойно Чё Там Мужик В углу Сидит Какой Красивый Так У него Борода Прям Воду Ещё Можно Восполнить Спать Чуть-чуть Хочется Каким-то Образом Но Ну Да Потому Что Сейчас Три Сколько Получается Девять Часов Я уже Не Сплю Ладно Сейчас На Повозке Всё равно В Маркарте Придётся Ещё Какое-то Время Там Откисать Приеду Ты ночью Продолжение следует 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 Малкорин is vanquished. Skyrim's dead shall remain at rest. This is as it should be. This is because of you. A new day is dawning, and you shall be its herald. Take the mighty Dawnbreaker, and with it purge corruption from the dark corners of the world. Wield it in my name, that my influence may grow. It matters not. The plant cares nothing for the rays that bring the warmth of the sun. As you carry Dawnbreaker, so will my light touch the world. Again, why do you do it again? Why do you do it again? What? What? I even want to cut this out. What? Why? Why? What? 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 Да угомонись ты, господи. Думаю, надо слуфол какой-то использовать, наверное. У меня много вопросов. Ага, да, да, мать, подожди, сейчас. Я тут деньги собирал. Ой, Меридия, я не могу, у меня такого никогда еще дерьма не было. Или было, не помню. Но типа че, у меня просто эффект телепортации не успел сработать. Поэтому нут и умер получается. Вообще забавно, конечно, забавно. Не, я слуфол на себя сразу положу, ну его нафиг. Можно F5, пожалуйста, спасибо. Трындец просто. Как такое может быть? Ужас. Ау. Так, как-как, давай, наверное, это. Наверное, лучше сразу. Просто ну его нахрен. Ужас. 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 Ужас.